Восемь часов в столице Казахстана в эфире утренний информационный выпуск в студии Лунара Бипусинова. И Арстан Балтин, мы начинаем. Сегодня Касамжамар Токаев посетит Катар с государственным визитом. Запланированы переговоры с Амиром, Шейхом, Тамимом, Бенхамадом, Альтани и премьер-министром страны. Глава государства примет участие и в инвестиционном круглом столе. Встретиться с капитаном бизнеса сообщает официальный телеграм-канал Аккорды. А тем временем итоги социально-экономического развития страны за первый месяц 2024 года подведут сегодня в правительстве. На 10.00 утра в столице запланировано заседание Кабмина. Профильные министры отчитаются и об исполнении республиканского бюджета. Также в службе центральной коммуникации будут говорить о профилактике бытового насилия среди гостей, уполномоченные по правам ребенка Динара Закиева. А уже после обеда на этой же площадке обсудят тему всеобщего декларирования. Об итогах работы Министерства труда и социальной защиты за 2023 год отчитаются министр профильного ведомства и заместитель премьер-министра Тамара Дюсенова. Кроме того, она расскажет о планах работы на предстоящий год. И к другим темам. Свыше 27 миллиардов тенге инвестировали в сферу туризма в прошлом году в Акмолинской области. За счет этого в регионе открыли новые отели и базы отдыха, а также обновили инфраструктуру. Вместе с этим за последние три года приток туристов в область увеличился почти на 150 тысяч человек. О том, какие инновации наблюдаются в индустрии туризма, расскажет Аслан Абуталипов. Традиционно главными туристическими центрами региона являются Щучинско-Бурабайская и Зеренинская курортные зоны. Здесь за последние годы удалось заметно обновить инфраструктуру и проложить новые туристические маршруты. По словам специалистов, большим спросом у отдыхающих сегодня пользуются лечебные и оздоровительные услуги. Акмолинская область, конечно, имеет богатейший потенциал для обеспечения не только активного отдыха на природе, но и мы располагаем местными источниками лечебных грязи, йодобромных рассолов. У нас собственные источники минеральных вод значительно продвинулись в вопросах инфраструктуры. Ставку делают и на модернизацию туробъектов. Для этого в регионе запустили субсидирование туристических предприятий по семи направлениям. В прошлом году государство возместило часть затрат на возведение нового корпуса и приобретение техники почти на 15 миллионов тенге. Такие меры позволяют расширить виды услуг и привлечь больше гостей, говорят специалисты. Уже в этом году у нас 10 заявок на 105 миллионов тенге. Все заявки поддержаны по поручению Акима области. Все заявки поддержаны и мы, получается, их уже в этом году, буквально на этой неделе будем предпринимателям выплачивать. Хочу сказать, что на сегодняшний день идет прием заявок на меры господдержки до 1 марта. И уже практически, я думаю, если брать на сегодняшнее число, то у нас уже порядка 67 заявок поданы. Актюбинская область в этом году примет порядка 150 тысяч туристов. По словам специалистов, преимущественно гости посещают регион только летом. Поэтому здесь большие надежды возлагают на популяризацию исторического и культурного наследия. Одним из интересных проектов стал специальный маршрут «Димаш-тур», в ходе которого гости знакомятся с родиной известного певца Димаша Ходайбергена. Такая инициатива должна привлечь больше иностранных туристов. Только в прошлом году регион посетили свыше 19 тысяч зарубежных гостей. Димаш-тур. Открытие «Димаш-тура» прошло в ноябре 2023 года. Сейчас мы совершенствуем этот проект. Надо отметить, маршрут имеет большой потенциал. Также сегодня мы устанавливаем связи с Китаем и Кореей, чтобы увеличить число гостей из этих стран в наш регион. Одним из лидеров по числу посещений туристами все же остается Акмулинская область. В этом году регион ожидает свыше 1,2 млн гостей. Большое внимание уделяется привлечению иностранных туристов. Здесь большим подспорьем станут крупные мероприятия, в том числе Всемирные игры кочевников, которые пройдут в столице в сентябре этого года. Аслана Буталипов, Мансур Есхожин, Виктор Полянный, Кокшетау, 24КЗ. Пока в Кокшетау выделили 27 млрд тенге, в Павлодарской области почти за 5 лет планируют реализовать около 30 инвестиционных проектов. Вот такую новую концепцию развития туристической отрасли в ближайшие 5 лет в планах реализоваться именно в Павлодарской области. На общую сумму чуть больше 8 млрд тенге. Один из них стартует летом на озере Сабандеколь в Баянауле. Там начнут строить современный отель на 400 мест. Туристический сезон в Баянаульском крае длится всего 3 месяца. Но за столь короткий срок его посещают до 200 тысяч туристов. Большинство привлекают красоты живописного озера Жасыбай. На сегодняшний день на его берегу расположено более 60 домов отдыха. Всего 5 из них принимают гостей круглый год. Остальные не имеют возможности работать зимой. Для того, чтобы развивать инфраструктуру, вы знаете же, везде экология. Например, взять еще птуколья и углем топить, это уже неправильно. Экология разрушается. Поэтому мы думали, что разные варианты. Одним из них является подведение газа. Чтобы газом топить, как в других курортах. Зимний туризм в Баянауле имеет большие перспективы. Чего стоит только горнолыжная база Морзашока. Но эта зима оказалась малоснежной. И полноценно оказывать услуги любителям зимнего отдыха там сейчас не могут. В данный момент там немножко проблемы со снежным покровом. Но как только появится там вода, то есть у нас есть правительственные документации на проведение воды, то снежный покров будет делаться из воды. То есть необходимая техника имеется. И для зимнего туризма это тоже послужит большим развитием. Однодневные туры в Баянаул уже пользуются достаточной популярностью. В зимние туристические маршруты входит посещение горнолыжного комплекса Морзашока, пещеры Конораулие, гор Кемпортас и Назятас, озера Жасыбай и Торайгр. Еще с десяток баянаулских достопримечательностей готовы предложить гиды туристам. В новой концепции на порядок расширят перечень туристических мест и сделают путешествия в Баянаул запоминающимися и неповторимыми. Ерба Улавишев, Давлен Кошхарбаев, Марат Игорьков из Павлодарской области, 24 КИЗ. Продолжим обсуждать тему развития туризма в Казахстане. К эфиру присоединяется председатель фонда туристок Комкор Инна Рей. Инна Юрьевна, доброе утро. Доброе утро. На данный момент самый актуальный вопрос на сегодняшний день это то, что убрали таксум для туристов, которые посещают нашу страну. Для чего это было сделано? На самом деле введение БАТАКС это всегда говорит о том, что страна достаточно развита. Страна готова за то, что к ней приезжают гости, собирать определенные налоги с них. И это всегда гармонизирует развитие туризма в любой стране. Но у нас, к сожалению, речи идет о том, что неправильно был он рассчитан, неправильно был применен. В итоге это привело к тому, что началась чехарда возможности кому-то применять, кому-то не применять. Это очень из-за того, что сумма была так не просчитана правильно. Привело к тому, что это очень утяжелило пакеты и не дало сыграть ту самую главную роль, которую играет такой налог в других странах. Обычно он собирается и суммируется в каком-то определенном месте и используется для развития туризма. У нас, к сожалению, этого не произошло. Он начал теряться в бездонных бюджетах Акиматов, и поэтому он свою роль сыграть не мог. И то, что его сейчас отменили, это достаточно хорошо. Но мы теперь не имеем конкретного источника устойчивого для развития инфраструктурных и прочих моментов на местах. И плюс к этому у нас отсутствует фактически статистика. Сейчас мы к этому вернемся, к этому вопросу. Меня интересует, сколько удалось за год? Я так понимаю, вместо прибыли на борт убытки у нас по этой системе не сработало? Нет, нет. Сколько удалось вообще собрать за год и на что были потрачены средства? Вы знаете, на самом деле суммы появились совершенно баснословные. Речь шла о каких-то 580 миллионах тенге собранных. И наш уполномоченный орган с гордостью говорил об этом. Но все это осталось в тенетах именно Акиматов, потому что не был продуман механизм, где они аккумулируются и как расходуются. Инна Юрьевна, известно, что 2024 год был объявлен годом туризма Китая в Казахстане. Вернее, Казахстан в Китае. И какие возможности для нас сейчас открываются? Как обстоят дела с развитием туристической инфраструктуры? Ну, я думаю, что мы справимся, как всегда, с колес, со всеми такими глобальными форумами. Сейчас очень много делается для того, чтобы успеть сфокусироваться на этой работе. У нас новое министерство, у нас новый министр. И мы пытаемся те мероприятия, которые запланированы, суммировать, собрать и чтобы они у нас таким общим пулом шли. Уже несколько делегаций выезжало. Сейчас в марте активизируется работа. Мы выезжаем на ряд форумов и надеемся рассказать китайским туристам, как же у нас здорово. И самое главное, что мы соседи. И добраться к нам сейчас несложно. И нет никаких формальностей. Уже, я думаю, каждый из нас видит сам своими глазами, насколько увеличилось количество иностранных туристов. Особенно этим может похвастать Алматы и область алматинская. Но, тем не менее, я думаю, что взрыв, прорыв вот такого туризма со стороны Китая, Индии, наших ближайших соседей и тех, кто интересуется историей Казахстана шелковым путем и все прочее. Разве больше? Ну, это разве. Говорить уже, ну, прям о блестящем. Почти полтора миллиона, вы сказали, да, за год? Это недостаточно же. Миллион, миллион, почти миллион. Миллион четыреста, да, около миллиона четыреста? Это собираемся миллион четыреста. А пока у нас миллион. Но это уже мало. Пока мало, но это еще мы не знаем, как у нас скажутся вот эти отказы, открытие страны и освобождение от веса. Это только этот процесс начинается. Поэтому это те показатели, которые были до введения таких особенных мер, которые всегда поощряют развитие туризма и въезд в страну. Я думаю, что у нас сейчас вообще самая серьезная мера это работать над реактивационной нагрузкой. Потому что все-таки мы хотим позицировать себя как страна, в которой очень много уникальных мест. А любое уникальное место, оно всегда привлекательно. А если привлекательно, то это потоки. А если потоки, то это серьезные проблемы, да, это и вытоптали, это и недостаточная инфраструктура и все прочее. Вот над этим нужно сейчас работать. Инна Юрьевна, а какие в нашей стране на сегодня реализуются и крупные инвестиционные проекты в этом направлении? Ну, у нас сейчас очень много сделано государством для того, чтобы привлечь инвесторов. И даже на сказах туризм, главная его задача это все-таки поиск инвесторов. Ну, главный оператор получается. Да, главный оператор, который должен привлекать и рассказывать. То, что мы сейчас возвращаем часть затраченных средств, уменьшили порог тех средств, которые после чего начинают действовать уже поддержка со стороны государства, надеемся, что это привлечет. Сейчас у нас стали появляться новые гостиницы, обустраивается Каспийское побережье, очень много новых гостиниц строится в горах. Вот с Абон-де-Коль планируется, да, стройка на 400 мест новых гостей? Вы, наверное, знаете, что у нас сейчас очень много... Вообще, привлекательность туризма, она измеряется многими очень детекторами. Ну, вот один из основных, это когда глобальные игроки обращают внимание на наш рейтинг и включают нас тот или иной рейтинг. Сейчас рейтингов очень много, мы одновременно на лучших местах и на худших местах впереди, но, тем не менее, вот сейчас наша горная местность, в частности, Чембулак, признан одним из интереснейших мест для туризма. Вот, к слову, я вас перебила, вы хотели продолжить. Нет, я просто хотела сказать, что все-таки 25-е место, это очень солидно, и там стали строиться гостиницы, глэмпинги, то, что очень интересно, и отсутствует серьезная нагрузка на инфраструктуру. Мне кажется, наоборот, сейчас Чембулак, он достаточно известен, приток туристов хороший, вы тоже ведете статистику, но недостаточно одного зимнего, да, вот этого курорта. Почему не запланировать бы еще несколько таких горнолыжных курортов? Ведь он не справляется. С потоком туристов есть же. Ну, вы видите, у нас сейсмическая зона, очень много нужно исследований проводить, чтобы не навредить. То есть мы пытались там еще в некоторых направлениях развивать. Сейчас немножко на несколько там поднимается вверх курорт, там тоже будет достраиваться. Я слышала, что много инвесторов сейчас обратили внимание, но нам нужно очень много исследовать для того, чтобы не получить проблему вместо того, чтобы решить ее. А насколько, вот вы про сейсмоопасность озвучили, насколько есть разница между Узбекистаном? Ну, потому что, насколько известно, именно там развивается сейчас горнолыжный туризм. Да, но вы знаете, в Узбекистане там немножко другое направление. Я посмотрела лично сама эти места. У них больше к такому привязано к потребителю, у которого не так много средств. Совсем не обязательно быть там дорогим туристом, чтобы собрать оборудование там и соответствующего качества приехать. Там создается все для массового такого потребителя. Это в Узбекистане? В Узбекистане, да. А у нас дороже? Да, у нас все-таки мы в числе там прям фаворитов соотношения цены и качества. Ну, это же вроде бы хорошо. То есть у нас дороже, соответственно. Да, у нас дороже, да. Мы строим как раз и обустраиваем такие объекты. Есть, конечно, места там более-менее массовые, но в принципе горнолыжная инфраструктура у нас, она больше к развитым местам, таким европейским, к которым мы уже привыкли. Курсавель – это, в общем-то, наша путевая звезда. Но вы не считаете, что именно из-за цены казахстанцы предпочитают уезжать даже отдохнуть за рубеж, нежели отдохнуть в Казахстане у себя дома? С одной стороны, это хорошо для экономики страны, а с другой стороны, это действительно не дает возможность отдыхать в нашем же соотечестве. Да, на самом деле, эта проблема очень серьезная. Но я думаю, к ее решению тоже мы чуть позже приступим, потому что это будет решаться за счет различных субсидий, поддержки государственных, возвратов, которые сейчас, налоговых преференций. Потому что просто так государство не может вмешаться в эту проблему и разово решить все вопросы и заставить, чтобы цена снизилась, а качество поднялось. Это все-таки такой бизнес-процесс. Мы недавно были в Узбекистане, как раз отдыхали на курорте зимнем, на отдыхе. Там в разы дешевле даже питание. То есть ты поднялся и потратил не так много денег. Сейчас в нашем Булаке, не знаю, вода, наверное, стоит около пяти тысяч. Да, это совершенно верно. Я про предпринимательскую ответственность. Их же кто-то контролирует, но нельзя же из года в год повышать цены и не допускать. На самом деле, вы знаете, это установка глобальная. И мы по ней, в общем, одни из лучших показателей имеем в мире. У нас государство не вмешивается, к сожалению, в ценовую политику. И пока еще поэтому у нас мы никак не можем продбить вот эту брешь. С одной стороны, мы хотим быть государством, которое предлагает туризм экосистемы. Туризм, который не может быть априори дорогим. А с другой стороны, на самом деле, у нас везде цены очень большие. И поэтому мы не можем найти такого потребителя, который 100% можем сказать, что это наш. А мне кажется, вопрос в другом, Инна Юрьевна. Чембулак на данный момент является монополистом. Нету конкурентов. От этого и растет цена. А страдает, как говорится, простой люд Казахстана. Они чувствуют, что мы можем так делать. И почему вот в этом вопросе... Нам никто не мешает. Государство не вмешивается. В этом свое государство не может проконтролировать, тем более это... Ну, на самом деле, ведь там уже несколько инвесторов появились. Они исследуют, изучают. Там появились новые рестораны, новые отели, которые... Но по цене, я могу сказать, наверное, мы это все видим с вами, что цена при этом не стала отличаться. Цена скорее подровнялась под те цены, которые там уже установились. Да, конечно, только рынок это может решить. И только инвестиционная привлекательность, свобода, которая там предоставлена сейчас, я думаю, что она привлечет новых инвесторов, и мы получим новые продукты, которые будут более разнообразными и интересными, чем сейчас. Дина Юрьевна, вы можете сказать, что казахстанский туризм ориентирован для наших гостей, нежели для отечественных отдыхающих? Везде по-разному. У нас есть места, которые ориентированы, да, прежде всего на въездной туризм. И это здорово, и это хорошо, если мы туда будем завозить туристов, потому что это показатель лояльности государства, показатель успешности этого государства. Если приезжают сейчас, вообще мы подошли уже к совершенно новому понятию, которого никогда не было в Казахстане. Это массовый туризм. То есть, когда у нас туристов сразу большими группами, из раза в раз, что называется, завозят в Казахстан, это очень здорово. Но это и принесет новые перспективы, потому что это увидят успешность этих проектов бизнесмены, начнут вкладывать свои капиталы, а следовательно конкурировать. Согласно вышесказанному, мне кажется, все-таки стоит пересмотреть саму ценовую политику для внутренних, то есть для наших казахстанцев и для туристов. Если они приезжают группами, то согласно группам или какому-то чеку или прайс-листу можно выставить одни цены, а для наших намного дешевле. Как это действует в международной практике? Я хочу сказать, действовало. В основном практически все государства уже от этого отказались. Это признано дискриминационной мерой. И все, кто раньше такую политику ввел в государство, уже практически все отказались. Мы уже вступили в массовое развитие туризма, когда эта мера непопулярна и она отторгнута в основном. Поэтому я думаю, что мы не дождемся. Мы просто повысим уровень жизни казахстанцев в ближайшее время и понизим цены за счет конкуренции. У нас нет ни одного органа, который контролирует, к сожалению, этот процесс. Вот давайте с этого места поподробнее. Претензии есть, народ недоволен, отдыхать нет возможности у многих. Поэтому как будем решать вопрос? Что на данный момент стоит, к чему стоит приступить, как контролировать? Я думаю, что здесь должны параллельно быть два процесса. С одной стороны, это развитие конкурентной среды, большая лояльность к допуску инвесторов в эти места. И, наверное, параллельно еще нужно каким-то образом поощрять снижение цены предпринимателями. Каким образом? Продумать систему мер. Ну, допустим, если предприниматель сохраняет цену, которая допустима, которая является доступной, скажем, для большинства казахстанцев, он получает какие-то преференции в период, когда стоят отели, налаживается работа с помощью профсоюза. К сожалению, он у нас слабый, может быть, говорят, сейчас будет усиливаться. То есть, когда он становится доступный в период, сезон не очень активный, но можно в это время привлекать все-таки граждан Казахстана, чтобы они, допустим, кто хочет подышать горным воздухом, но не собирается делать подъемы и в это время сделать доступные цены. Если это будет потом каким-то образом отражаться на работе, любой субъект бизнеса, который существует в туризме, он заинтересован, чтобы он работал круглый год. Но везде и всегда, к сожалению, так устроен этот туристский мир, что каждый субъект работает в определенное время. Либо зима, либо осень, либо лето, либо весна. То есть всегда разные периоды. Но вот эта заинтересованность в круглогодичном цикле, она ставит вопрос, за счет чего привлечь людей, выехать в эти места, но в это время иметь определенные преференции. Я думаю, что сейчас мы над этим будем работать. Ну что, спасибо. Успехов вам в работе. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы наш турист отдыхал лучше иностранного. Я немножечко поняла суть вопроса. Действительно, если есть ограниченное время, рентабельность вообще этого зимнего ввиду отдыха, соответственно, предприниматели заинтересованы в период заработать побольше. Вопросы нужно контролировать и решать. Спасибо, Инна Юрьевна, что пришли этим утром. Спасибо вам за глобальные вопросы, за интересные вопросы. Спасибо. С нами этим утром была председатель фонда туристов «Конкор» Инна Рэй. Вам хорошего дня. Спасибо большое за вопрос. А мы продолжаем. Французскую столицу во время Олимпийских и Паралимпийских игр посетят больше 13 миллионов туристов, прогнозируют аналитики. Эта цифра почти в 6,5 раз превышает само население города. И наш международный обозреватель Сандуаш Байгуаныш прямо сейчас присоединяется к нашему эфиру и готова рассказать подробности, поделиться. Насколько Париж готов принять гостей? Доброе утро, коллеги. Правительство Франции планирует временно пока размещать туристов в студенческих общежитиях. Пока что этот вопрос на рассмотрении. Ну а туристический бум сейчас наблюдается также в Китае. В основном люди перемещаются внутри страны. Подробнее расскажу через пару секунд. Празднование Нового года по лунному календарю прибавило хлопот местным властям в Китае. За эти дни количество внутренних поездок увеличилось в 7 раз в годовом исчислении. По прогнозам аналитиков, в 2024-м общий объем турпотока в рамках внутреннего туризма превысит 6 миллиардов человек. А число выезжающих за рубеж составит 260 миллионов. Городской культурно-развлекательный, ледовый и снежный туризм, а также отдых на горячих источниках, становится все более популярным выбором для путешественников. В этом году многие молодые люди отпраздновали Новый год вне дома. Мы собираемся в поездку в Куала-Лумпур в Малайзии. Мы давно планировали этот отдых, потому что у нас не было возможности путешествовать в течение последних одного или двух лет. Вся моя семья с нетерпением ждет это путешествие. Также заметно в Китае возросся и международный туризм. Как считают власти, интерес иностранцев увеличился с введением безвизового режима для туристов, в том числе из Франции, Италии, Нидерландов и Германии. К слову, в последней стране туристический сектор тоже активно развивается. Германия – одна из популярнейших стран для путешествий и отдыха. Не только для иностранцев, но и самих немцев. 2023 год оказался вторым в истории государства по количеству ночевок в гостиницах и отелях. Показатель превысил 487 миллионов. Это на 8% выше, чем в 2022. Наибольшим спросом среди местных и туристов пользуются такие направления, как Берлин, Мюнхен, Гамбург и Кёльн. По итогам 2023-го самым посещаемым городом мира стал Стамбул. Как сообщает британский аналитик компании «Евромонитор Интернешнл», турецкий город принял больше 20 миллионов туристов. Рост числа гостей также связывают с упрощенным въездовым режимом для граждан США и Канады. Вторую строчку в рейтинге заняла британская столица Лондон, где число путешественников составило 18 миллионов 800 тысяч человек. На третьем месте расположился город Дубай. Куда же не стоит лететь в этом году? Туристический путеводитель Фодорс опубликовал традиционный список направлений, не рекомендованных к посещению в новом сезоне. В перечень вошли 9 мест, которые, по мнению авторов издания, нуждаются в так называемом отдыхе от туристов. Возглавила список Венеция. Чтобы снизить количество экскурсантов, местные власти пошли на эксперимент. Весной они начнут брать ежемесячную оплату за вход в центр города в размере 5 евро. На втором месте в списке оказались афины. В прошлом году в греческой столице пришвартовали 760 круизных лайнеров, больше, чем когда-либо прежде. И тройку замыкает самая высокая гора в Японии – Фудзи. В 2013 году она пополнила список всемирного наследия ЮНЕСКО. Только в прошлом году достопримечательность посетили больше 220 тысяч человек. Загрязнение священной горы достигло экстремального уровня. Фудзи сталкивается с настоящим кризисом. Поток туристов неконтролируемый. И мы опасаемся, что гора Фудзи скоро станет настолько внепривлекательной, что никто не захочет на нее подниматься. В преддверии летней Олимпиады Париж столкнулся с проблемой размещения туристов. Ее планируют решить за счет студентов. Гостей размещат в общежитиях, а порядка трех тысяч учащихся университетов отпусят домой пораньше. Между тем, Нидерланды хотят сократить число иностранных студентов. Соответствующую программу разрабатывают 14 университетов. Так, страна намерена открыть дорогу молодым голландцам. Нидерланды популярны среди туристов. Их число за последнее десятилетие выросло аж в три раза. По статистике, почти треть иностранцев после получения диплома предпочитают остаться и работать в стране. Из-за этого местные выпускники испытывают трудности как с поступлением, так и при трудоустройстве. Нынешние идеи по сокращению числа иностранных студентов могут дать неверный сигнал и отпугнуть лучших специалистов со всего мира, в то время, когда наша экономика и общество в целом нуждаются в высококвалифицированной рабочей силе. Данную инициативу в Нидерландах пока обсуждают в планах начать сокращение не раньше следующего года. Коллеги, на этом у меня вся информация. Передаю слово вам. Я думаю, что вслед за Нидерландами сократить количество студентов, иностранных студентов в своей стране последуют еще и другие страны. Это будет возможность для Министерства образования или учебных вузов в Казахстане повысить качество образования. А я, знаешь, поймала себя на мысли, что пока во всем мире отчасти решают вопрос и туризма, в нашей стране решают вопрос сбережения воды. Вы смотрите утренний информационный выпуск. С вами Луна Рабикбусина и Арстан Балтин. Мы продолжаем. Казахстан на 44% зависит от водообеспечения соседних государств. По словам эколога, эксперта, общественной палаты Мажелиса, в ближайшем будущем воды больше не станет. Ее придется экономить и рационально относиться к запасам. Для этого необходимо усовершенствовать водный кодекс страны, который был разработан еще в 2003 году. Основываться новый документ будет на водосбережении, экономии воды. Уже есть определенные наработки экспертов. На сегодня они предлагают как в правительстве, так и в Мажелисе парламента соответствующие нормы. Одной из ключевых норм будет принятие нормы по оборотному водоснабжению. В первую очередь это будут промышленные предприятия. Водосбережению также подлежит сельское хозяйство. Будут введены новые новеллы, нормы, которые будут обязывать промышленность. И не только промышленность, но и сектор ЖКХ вводить повторное водоснабжение. То есть мы должны будем очищать воду, прежде чем ее вводить обратно в источники водоотведения. По словам экспертов, систему повторного использования воды будут применять все объекты промышленности, которые потребляют ее в больших объемах. Коснется это также частных ЖКХ, которые используют воду от физлиц. Учтут в новом водном кодексе наказание за несоблюдение норм. Напомню, президент поручил организовать национальную кампанию, чтобы наладить культуру разумного потребления воды. В первую очередь необходимо более активно внедрять водосберегающие технологии и провести реконструкцию старых поливных каналов, что позволит значительно экономить воду фермерам в вегетационный период. Ну а сейчас в Атараусскую область, там в этом году планируют засеять 10 тысяч гектаров полей. В регионе на сегодня работают больше 300 фермерских хозяйств. Перед началом посевной кампании, аграрий и регион обсудили подготовку к весеннеполевым работам. В том числе выбор семян, внедрение инновационных методов и борьба с вредителями. Главный вопрос, волнующий сельскохозяйственников, это дизельное топливо по льготной цене. Фермеры жалуются на его нехватку. Местные власти обещают помочь с решением этой проблемы. У меня 150 гектаров земли. Мне собираются выделить всего 4,5 тонн дизельного топлива. Этого хватит от силы на неделю. Моя потребность составляет 160 тонн. Местные власти говорят, что помогут, а если нет, то как проводить полевые работы? Между тем, больше 60 казахстанцев уже использовали накопление из Национального фонда на образование и улучшение жилищных условий. Об этом сообщил управляющий директор ЕНПФ Мурат Шарипов. В этом году, по данным Министерства финансов, использовать деньги из фонда смогут больше 300 тысяч детей. Это те, кому исполнится 18 лет. Рубрика «Первая цифра» и с нами уже в студии Гульдана Кален. Доброе утро. Доброе утро. В начале месяца на счета почти 7 миллионов казахстанцев начали поступать первые выплаты из Национального фонда. Известно ли дети какого региона лидируют по получению этих средств? Безусловно, это юг. Если быть точнее, то Туркестанская область. Там проживают почти миллион детей. На втором месте по числу получателей выплат Алматы и замыкают тройку лидеров. Алматинская область. Подробнее в следующем обзоре. За первые 9 дней запуска программы «Нацфонд детям» в Единый накопительный пенсионный фонд поступило больше сотни обращений. Из них 54 заявки на использование средств для оплаты образования, 49 на улучшение жилищных условий. Больше половины обращений одобрены, платежи на счета заявителей уже произведены. Порядка 20 на стадии рассмотрения. Всего в этом году использовать накопления смогут свыше 300 тысяч казахстанцев, достигшие совершеннолетия. Если они по какой-либо причине не сразу воспользуются выплатой, средства будут храниться в ЕНПФ еще 10 лет. Ключевое слово «храниться», то есть инвестировать их не станут. Поэтому не нужно рассчитывать на дивиденды, пояснили специалисты. Деньги, поступившие уже в Единый накопительный пенсионный фонд, то есть это за 18-летних детей, они не будут управляться, не будут инвестироваться, они будут находиться на хранении БНПФ. При обращении человека в любой момент эти деньги подлежат выплате. Они хранятся 10 лет после наступления 18 лет. Если участник программы не обратился, то эти деньги переводятся на пенсионный счет по учету добровольных пенсионных взносов, которые могут быть использованы при наступлении случаев определенных законодательств. Расширять действующий перечень пока что не планируется, добавили специалисты. Потратить накопление из нацфонда по-прежнему можно только на два направления – образование и жилье. Также они пояснили, почему казахстанские дети получают от государства меньше денег, чем, к примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах. По их словам, в нашей стране действует порядка 70 видов социальной помощи. Такого нет в других странах, подчеркнули в Минфине. В то же время сейчас на выплату отдельных видов социальных пособий части пенсии, которые субсидируются государством, осуществляются из трансфертов из национальных фондов в республиканский бюджет. То есть на сегодня, можно сказать, уже национальный фонд работает на благо наших граждан. Что касается проекта «Национальный фонд детям», механизм уже определен в соответствии с ним. Половина инвестиционного дохода, сложившегося за последние 18 лет, распределяется между всеми детьми, не достигшими совершеннолетия, то есть от 0 до 18 лет. И таким образом каждый ребенок получает свою долю из национального богатства. Дорожные долгостроя на их завершение дополнительных денег из республиканского бюджета брать не будут. Достраивать их намерены за счет сэкономленных средств, заверили газовтожоле. К слову, в стране сейчас 4 проекта с затянувшимися темпами строительства. Причин несколько пояснили в Министерстве транспорта. Одна из них – недобросовестные подрядчики. Расторжение договоров с ними и поиск новых заняло время. Повлияло и удорожание дорожно-строительных материалов на фоне инфляции. У нас имеются 4 крупномасштабных долгостроя. Это Ахтубе-Хандагаш, Атрау-Астрахань, Талдыкургановск-Каменогорск и Караганда-Алматы. Все 4 проекта начаты были реализацией в 2019 году. В Ливане, конечно, дополнительно будут соотношения на ту разницу, которая у дорожания. Она дополнительно, например, за собой повлечет расход, например, бюджета. Но здесь сказать надо, отметить, кредитные соглашения были подписаны. Есть документы технико-экономическое обоснование. Это, например, сумма, которая для международных финансовых институтов. Есть сумма, которая, например, подписана договор с подрядными организациями на строительные монтажные работы. Между этими, например, документами были образованы экономии. На эту экономию просто мы корректировку проекта сделали. И те подрядные организации на это согласились. И они будут завершать в рамках той стоимости. В стране увеличился импорт кондитерских изделий из России. По данным Ассоциации кондитеров, каждый месяц соседняя страна завозит 20 тысяч тонн продукции. При потребности Казахстана в 35 тысяч тонн. Кроме того, поступают товары из Германии, Турции и Китая. Местные производители покрыли только 47% спроса на шоколад и кондитерские изделия. Влияет на это целый ряд факторов, говорят представители отрасли. Завести товар в Казахстан довольно легко. Все проверки максимально упрощены. Достаточно пары документов. Кроме того, сыграл свою роль курс рубля, который значительно удешевил импортные сладости. Когда курс упал до 5, то очень значительно, он даже 4,5 уходил, вы помните. То есть значительно стал товар российский конкурентоспособнее по цене. То есть он в рублях стоит так же, а в тенге начинает дешеветь, соответственно. И в это время большой поток импорта пошел. В среднем заводится около 20 тысяч тонн ежемесячно. На сумму на 70 миллионов долларов. То есть это колоссальные объемы идут в Казахстан. Но есть и хорошие новости. Возрос экспорт казахстанского шоколада. С января по ноябрь 2023 продано больше 15 тысяч тонн, что на 3 тонны больше, чем годом ранее. Казахстанские сладости отправляют на рынки России, Кавказа, Китая, Германии и стран Центральной Азии. Перспективы для роста продукции есть, отмечают представители отрасли. Ну что ж, Арстан, у Нара такой вот был обзор на сегодня. Кстати, вот недавно наши коллеги вернулись из Италии. Они там были в командировке. И они вот привезли оттуда гостинцы итальянский шоколад. Не знаю, вы пробовали или нет. Вот честно, вот признаюсь, мне на вкус не совсем понравилось. Я все-таки люблю больше наш казахстанский шоколад. Еще люблю джент. А скажите, пожалуйста, вот вы сами можете себя назвать поклонниками сладости отечественного производства? Конечно. Более того, мы как раз-таки закупаем здесь и отправляем нашим друзьям во взорубеж. Наши же сладости и кондитерские изделия. Они берут с удовольствием и знают бренд Казахстана. Наш казахстанский шоколад уже, по-моему, общемировым трендом признан лучшим. Это подтверждают и неоднократно голливудские актеры, которые получают от наших казахстанских туристов в подарок казахстанский шоколад. В том числе и джент. Это действительно наш отечественный бренд. Спасибо, Гульдана, за информацию. Это была наша коллега Гульдана Кален в рубрике «Первая цифра». Врачи в Актау впервые провели сложнейшую операцию по удалению тромбов из легочной артерии. Как правило, здоровью людей с таким диагнозом угрожает серьезная опасность. Оперативное вмешательство в областной больнице прошло успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Медики планируют выписать его в ближайшие дни. Теперь после операции 50-летний пациент областной больницы Аскарбек Магомбетов может спокойно разговаривать, смеяться, ходить и, самое главное, нормально дышать при этом. Раньше в течение полугода каждое действие давалось жителю города Жанаузен с трудом. Мужчина задыхался, его беспокоили кашель, боли в груди и одышка. После обследования выяснилось, ему нужна срочная операция на легочной артерии. Сто метров не мог пройти, сразу задыхался. Во время УЗИ обнаружили тромб, который мог привести к смерти. Медики сказали, медлить нельзя. Мне было страшно, у меня семья, жена, сын, но я согласился. Благодаря врачам я жив. Сложную операцию на сосудах легких в областной больнице провели впервые. На протяжении пяти часов кардиохирург Абу Насыр Суханов боролся за жизнь своего пациента. Мы искусственным путем понизили температуру тела, остановили общий кровоток, открыли легочную артерию и быстро удалили тромбы. Таким пациентам требуется срочная помощь. Если при поступлении больных с подобным диагнозом провести экстренную операцию, мы спасем их от смерти. Тромбоз – это скрытое заболевание, но его последствия могут быть очень серьезными, поэтому врачи призывают людей проходить ежегодные скрининговые обследования. В Мангостау врачи проводят плановые операции по обязательному социальному медицинскому страхованию, а экстренные – по гарантированному объему медицинской помощи. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Актау, 24 Киезет. Ну а сейчас к новостям спорта. Лондонский Чилси обыграл Кристал Пеллос. В гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу встреча команд закончилась со счетом 3-1 в пользу синих. В составе победителей дубль оформил Конор Галлахер, еще один гол на счету Энцо Фернандеса. У хозяев отличился Джефферсон Лерма. И к нашему эфиру присоединяется Алишер Накипов. Алишер, говорят, подопечные Маурисио Патцеттино установили клубный рекорд. В чем они отличились? Доброе утро, Алишер. Доброе утро. Чилси обыграл Кристал Пеллос в чемпионате в 13-й раз подряд. Это самая продолжительная серия побед в противостоянии с отдельно взятым клубом за всю историю турниров синих. Всего с учетом кубковых турниров у Чилси 14 побед над Орлами к ряду. Чилси с 34 очками идет на 10-м месте в турнирной таблице. Кристал Пеллос располагается на 15-й позиции в АПЛ. В столице завершился чемпионат республики по легкой атлетике для спортсменов старше 35 лет и первенства среди любителей. Данные соревнования прошли одновременно. В них со всех регионов страны приняли участие более 300 спортсменов. Самому возрастному было 80 лет. Всего в Эстонии разыграли 632 медали в 13 дисциплинах. Установлено более 50 высших достижений в этих возрастных категориях. В программе соревнований были предусмотрены беговые дисциплины от 60 до 3000 метров. Спортивная ходьба, толкание ядра, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок. Победители и призеров наградили дипломами и медалями. Командам в зачете победила Павлодарская область. Здесь атмосфера дружелюбия, радости. Тут много знакомств. Я не знаю, вы получаете такой заряд бодрости. И вообще предлагаю заниматься спортом до глубокой старости, чтобы старость была качественная, наверное. Присоединяюсь к словам участницы из Казлардинской области, которую мы только что видели на своих экранах. Она на своем примере доказывает, что даже в 71 год можно активно заниматься спортом. Интересно, можно ли считать людей, которым выше 35, как участники соревнований, уже возрастными? Если так, то мы с Лунарой уже должны готовиться к пенсионным забегам, к таким чемпионатам? Ну, доказала же 71-летняя спортсменка, что не поздно. Мы еще в полных ресурсе и сил. Спасибо, Алишер. Это была рубрика «Спортлайв» с нашим коллегой Алишером Накиповым. Мы продолжаем. Федеральный суд США обязал Илона Маска вновь дать показания по делу о приобретении им твиттера за 44 миллиарда долларов. Бизнесмену дана неделя на согласование даты и место проведения слушания. Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, соблюдал ли миллиардер закон при покупке акций соцсетей и не были ли его заявления по поводу сделки, вводящими в заблуждение. Маск заявил, что уже дважды давал показания комиссии и отказался делать это в третий раз. Он обратился в Верховный суд с просьбой пересмотреть соглашение, поскольку оно нарушает его конституционное право на свободу слова. Напомню, комиссия подала на Илона Маска в суд в октябре 2023 года. Тогда он обвинил их в преследовании, а также сослался на нехватку времени у его адвоката на подробное изучение дела. К другим новостям. Каждое пятое мигрирующее животное находится под угрозой исчезновения. Такие данные приведены в новом докладе ООН по дикой природе. Популяция 44% мигрирующих животных в мире снизилась за последние 34 года. Больше 20% из почти 1200 видов под наблюдением организации находятся на грани вымирания. Многие из них вынуждены перемещаются в другую страну и среду обитания. Там подвергаются опасности из-за смены климата, незаконной охоты и загрязнения окружающей среды. Ученые уже разрабатывают меры по сохранению видов и рассматривают включение их в красный список Международного союза охраны природы. А вот для программы реинтродукции выбран амурский тигр, который наиболее близок к Транскому и раньше обитал у берегов рек Сардарии. И или двух-трех особей разместят на территории Илья Балхашского заповедника. Планируется к 26-му году привезти из России. Также рассматривается вариант с Европы. Это бесплатно, конечно. Именно привезут, места все готовы. Там уже ученые и зарубежные спорты все принимают все необходимые меры. На сегодняшний день уже провела работу по перевозке 60 голов куланов с территории национального парка Алп-Немель в государственный природный резерват Илья Балхаш. Обсуждается вопрос и уже проведено проектирование по прочистке реки Харабаханас. Это значит, что для животного и растительного мира восстановятся и питьевые резервуары, и восстановятся экосистемы. Это были все новости к данному часу. Напомним, в студии работали Лунар Бекпусинова и Арастан Балтин. Увидимся в 10.00. Оставайтесь на канале 24KZ. Передаем слово коллегам. Редактор субтитров А.Семкин